Для какого курса? Для этого? Для этого. Итак, ребят, давайте проверим техническое вооружение. Я рекомендую, чтобы у вас был, кроме вашего холста четвертого формата, еще какой-нибудь листочек. Можно какой-нибудь бэушный листик от принтера с задней стороны, чтобы можно было почиркаться. Записи какие-то сделать или какие-то построения небольшие мы там разберем. Они нам пригодятся. У меня он уже есть, листочек уже вот обычная пищебумага. Пища. Оказывается, некоторые ребята не знают слова «пища». Я про подростков. Когда я сказал слово «пища», у меня так сразу глаза круглые. А что это за бумага такая? Ух ты, пища. И вот мы выясняли, что есть бумага для принтера и серокса. Это пищебумага. Раньше называлась. Нужна будет тряпочка обязательно. Желательно, чтобы у вас было две колючих кисточки. Типа того, что у нас было такое на первых ступенях, на наших встречах. Именно колючечкой. Лучше, чтобы было их две. Либо надо будет очень шустро и быстро отмывать. Можно не успеть просто. В зависимости от вашей влажности в помещении, вы можете не успеть, у вас краски засохнут в тонком слое. Можно, в принципе, синтетику одну сделать, дублирующую. Любую плоскую синтетику, она будет дублирующая. А вот если бы было две, вы бы себе так облегчили жизнь. Ну да, вот либо вот такая вот парочка с синтетикой, вот такая вот, либо две щетинки, тоже было бы хорошо. Вот, две щетинки лучше. О, нашла бумажку как раз, не успела запросить. Вот она сразу появилась. Сейчас все время такое получает. Да, пойдет, пойдет, ага. Синтетикой мы будем накладывать краски, а щетинкой мы будем потом их разбивать. Нужна будет какая-нибудь не очень тоненькая кисточка, такая вот из синтетик круглых, какой-нибудь там от второго номера и выше, до пятнадцатого. Любая круглая синтетика, желательно, чтобы на кончике было острие. Вот такая тоже пригодится. Мне такие там, в принципе, наверное, уже не осталось. Почти что. Ну вот, наверное, вот и острие будет. В густом виде, может быть, и будет. Если нет такой кисточки, ребят, ну хотя бы второй номер. Второй номер, он как раз может выполнить эту миссию. Да, вот идеально. Вот какой-то восьмой. Я просто номера ставить, стараюсь не говорить, потому что у всех заводов номера разные. Одна и та же кисть, у одного завода будет один номер, но такая же кисточка у другого завода будет другой номер. Вот, это, по-моему, у этого завода это седьмой номер. Нет, пока. Вот здесь появятся они перед участниками. Вот это сместится вниз, а тут появится кидорчик. Ну, в общем-то, да. Согласование мы сделали небольшое технических материалов из красок. Из красок все очень просто, ребят. Практически основная работа будет вестись двумя красками. Умбра и охра. А вот вспомогательными красками... Да, умбра и охра. А вспомогательные краски будут как раз осветлитель-затемнитель. Они даже не краски. Это король и королева называлось раньше, в средние века. Это черная и белая краска. Вот это будут наши вспомогательные элементы. Сиена не пойдет? Сиена жженая, но, в принципе, можно попробовать сиеной жженой. Вот охра желтая нашлась. А вот наши умбры... Вот еще Анна подошла у нас. Умбра. Да, умбра. Умбры... Умбры... Что-то нету. Ну, можно сделать, в принципе, сиену жженую, размешать с черным цветом. Да, с черным. Если у меня черный еще. Черный есть. Так, ребят. И, может быть, иногда пригодится желтый цвет. Желтый есть. Для тех, кто в записи, ребят, работает, я еще раз напомню, на всякий случай, вот уже те, кто в записи подойдут, у нас завтра совушки начнутся. Кто будет забегать, забегайте. День непростой, день классный и для совушек очень выгодный и полезный. Поэтому те, кто будет в записи, имейте в виду. Вот. И второй наш курс тоже вот здесь у меня стоит. Как раз перевал. Переход через перевал. Этот курс у нас будет 22-23 числа. Тоже такой ресурсный, очень такой мощный вариант нашей закладочки. Вот подняться над горами, скажем так. Моя жизнь сейчас как перевал. Ну да, сейчас наша жизнь как перевал в какое-то новое состояние, новое качество, новые какие-то виды энергии. Вот сейчас все это подключается. Поэтому тоже, ребята, имейте в виду. Вот мы как бы немножко обанонимся, так скажем, сразу. Вот для тех, кто подойдет потом уже через запись. Ага, да-да-да, шикарно. Ой, прям дух захватывает. Ну да. Вот дух захватывать мы и будем. Не, близко к камере. Очень сложно показать. Задача этого курса именно захватить свой дух и поднять его повыше. Взлететь с этим духом. Так, ну и для тех, кто первый раз или, может быть, давно не работал в Zoom, нужно сейчас кликнуть по мне два раза мышью. Вот мышь берете, и два раза по мне надо кликнуть, чтобы закрепить мое изображение большим размером на экране. Либо пальчиком два раза по мне хлопать, чтобы я стал большим. Коша. Ой, ты моя маленькая такая, какая колесенькая. Да, это очень взрослая кошка. Ей, по-моему, уже пять лет. Ну ладно, взрослая. Но она миниатюрная, как котенок осталась размером. Так, ребят, и с этого момента сейчас мы переходим к нашей работе. Я пока наши звуки все выключу. Если я буду зависать, вы мне сигналите. Я лучше повторюсь, да? Даня? Дима, можно прям маленький-маленький вопросик? У меня просто нашелся арголит, который я нанесла маслом тон. А его можно использовать сейчас сверху акрил? Ну, он что-то как-то, я его не использовала. Это масло? Масло. Масло на акрил не весят, да? А оно шершавое или гладкое? Шершавое. Ну, можно рискнуть в одном уголочке, посмотреть, как это. А с той стороны что? А с той стороны, ну, просто. Это арголит. Это гладкая сторона? Да, гладкая. Вот я бы тебе посоветовал на ней бы работать. Гладкой? Да, можно даже не грунтовать. Даже грунтовать не надо. Да? Грунтом будет умороженное. Хорошо. Спасибо. Так, ребят. И еще один момент тоже информационный такой вот. До того, пока я звук не выключил, ребят. Я повторюсь, если я буду зависать, вы мне сигнальте, что я завис. Я лучше повторю информацию еще разочек. И если вы вдруг вылетите, такое тоже бывает, если будете вылетать, вот, тоже сигнальте. А как, как, как? По этой же ссылочке заходите, ребят. Может быть, мы вылетим в какой-то момент. Там бывают иногда моменты такие. Полетели. Так, выключаю я звуки наши. Вот, ребят. И начнем. Я переключаю на вторую камеру изображения. Так, сейчас пока лаванды я уберу, цветочки пока уберу, чтобы их не столкнуть на пол. Вот, с нашего листочка начнем, ребят. Первое, что я попрошу им сделать, его надо сделать темно-коричневым цветом. Прямо вот нашей большущей кисточкой, наш А4 формат. Бумага ли у вас, не бумага ли. Какого качества ваш арголит тоже не играет роли никакой. Спокойненько его сейчас весь превращайте в коричневый тон. Прямо смело. Где-то, наверное, на это уйдет полторы-две столовых ложки коричневой краски. Ну, кстати, если еще будет видеоизображение немножечко ползти, ребят, можно свои видеокамеры тоже отключать. Имейте в виду, что иногда это тоже влияет. Единственное, на что мы не можем влиять, это на скорость интернета. На все остальное более-менее получается влиять. Дмитрий, это просто коричневая краска или это умбра уже? Это умбра сженая. Ага, спасибо. Вот, и потихонечку вот сейчас разбрасывайте эту умбру. Ребят, и уже на этом этапе я вам предлагаю делать внутренний такой небольшой настрой, внутренний посыл. Вот все, что связано со свечой, все, что вы знаете как символы, как образы, у каждого из вас есть какие-то свои взаимодействия с этим элементом. И как в православии, и как в другой религии. Везде вот отношение к этому язычку пламени, оно особое. Вот это чувство, я вас и попрошу, вот про себя начинайте его вспоминая, вносить каждым вот этим мазочком вашей умбры, чтобы не просто была малярная такая коричневая краска, а потихонечку вы уже себя немножко причесывали в мыслях, в чувствах, уже это все вкладывали в наше полотно. Чтобы уже была не просто коричневая краска, а вот краска с посылом. Ментальный посыл тоже подходит, умственный наш такой вот настрой, он тоже нам здесь нужен. Умом можно вспомнить всевозможные символы, значения свечей, как это важно, как это необходимо, вообще свечку зажигать периодически, соблюдая правила пожарной безопасности в жаркое время. И вот это вот умом. А что касается эмоций, ребят, то те чувства, когда происходит, когда мы видим язычок пламени, на какие-то праздники, день рождения, Новый год, какие-то моменты, связанные с философскими элементами и практиками духовными, с религиозными элементами, когда мы ставим свечки в храме, тоже вот это все соберите в какой-то такой общий, собирательный, такой чувственный образ. И вот с ним я вам предлагаю все это теперь, вот все эти мазочки аккуратненько, неспешно разровнять. Ровненько так теперь все это уложить. Положение свечи я вам предлагаю делать в горизонтальном варианте. Это будет горизонтальная картина. Ой, вертикальная, неправильно сказал, прошу прощения. Вертикальное полотно будет, свечка у нас будет побольше, чтобы ее поместилось. Вот, и аккуратненько все это разравниваем. Если подсыхает немножечко ваша краска, воду лучше не берите. Вот на этом этапе лучше вместо воды возьмите еще немножко этой коричневой краски, чуть-чуть. Можно даже прям, вот если высыхает сам, я до конца уже дохожу, у меня тут уже подсыхает краешек, вот этот нижний, прям на кисточку, рисовое зернышко, вот немножечко так, чуть-чуть прям так раз, слегка совсем немножечко, и вот вместо водички я сейчас слегка себе вот этот краешек увлажню, чуть-чуть посильней, вот и ровненько, ровненько, ровненько это все выставляю. Аккуратненько все заравниваем. В полотне, которое мы с вами сегодня будем реализовывать, я буду только свечку главным действующим лицом формировать, хотя предложение есть у меня такое, оно в силе, посмотрим, ребят, по времени, если успеем. Я бы предложил вам еще и сделать какое-то такое латунно-медно-бронзово, что-то такое, вот типа подсвечника. Какая-то пиалочка, тарелочка, блюдце, неважно, но чтобы металлическое, вот, как символ и безопасности, в том числе пожарной, и в том числе вот просто как символ такого сияния, продолжающегося дальше от свечки. Вот, надеюсь, успеем. Ну, в крайнем случае, если не успеем, будет свечка у нас с вами стоять. Тоже будет красиво. Ну, думаю, успеем. Пока это сохнет, пока эта конструкция сохнет, вот ее надо будет сейчас пока отложить, к ней вернемся чуть-чуть попозже. Высохнет она, в принципе, у вас достаточно, я думаю, быстро. Только 100% влажности может нам помешать в воздухе. Но, я думаю, у вас не будет 100% влажности. Надеюсь, поменьше. Вот сейчас как раз немножечко с пищей бумагой поиграю. Сейчас немного, чтобы она в камеру попадала. Сделаю чуть поменьше. Карандашиком можно, либо шариковой ручкой, ребят, неважно. Вот некоторые моменты сейчас пробежимся. Момент первый. Чаще всего свечки — это какой-то цилиндр, какой-то вот элемент цилиндра. И так уж устроено наше восприятие, зрение. Так, сейчас, ребят, я найду какой-нибудь цилиндр. Желательно, чтобы он был белый. Но вот у меня белый цилиндр есть только вот такой вот. Вот у меня есть белый цилиндр. Допустим, это вот свечка, вот этот мой, пышкалка моя. Вот, обратите внимание, белая на белом. Белый цилиндр на беленьком, так, чтобы не катался. Сейчас я его крючечкой подопру. Вот. У него есть светлая зона. Вот здесь вот. Вот здесь темненькая зона. Вот эти моменты мы будем с вами тоже в свечки сегодня передавать. Несмотря на то, что там будет язычок пламени, он будет нам немножко все высветлять. Обратите внимание, что вот немножко потемней есть у нас вот у этой свечечки местечко, а какое-то место будет посветлей. И в этом потемнее тоже самый край, вот самый краешек вот чуть-чуть вот со самой крайней стороны. И у свечек он более сильно выражен. Вот тут немножечко свет появляется. Легенький, небольшой совсем свет. Вот как раз на темном хорошо видно. Вот. Сейчас попробую даже там какой-нибудь, например, у меня же подсыхает чуть-чуть. Даже вот такой вот моментик поставлю. Где-то тут у меня будет эта свечечка. А, нет, контраст камера не передает. Но немножко все-таки там чуть-чуть вот видно, что вот этот край, он там тоненький, как будто более светленький ободочек появляется. То, что называется в художественном мире рефлекс. Вот этот рефлекс мы с вами тоже будем формировать. Вот белый на белом лучше видно немножечко. Да, вот он чуть-чуть подсветлился. Когда спламя горит, это еще более ярко выраженное явление появляется. Вот. Это один момент. В общем, это будет цилиндр. Как бы сейчас несколько таких намеков, которые нам надо будет держать во внимании. Некий цилиндр, у которого, если свет падает общий, у нас все-таки сверху получается, где-то язычок пламени находится у нас вверху нашей свечечки. И верхняя часть, конечно, будет более светленькая. Но потом, даже уходя в тень какую-то более такую сильную, все-таки язычок пламени не такой яркий, мощный, то вот потом начинается все-таки интересный момент. Откуда этот свет сильнее отразился? Если этот язычок пламени встречает какую-то стенку, то какое-то общее освещение все равно получается больше либо справа, либо слева. И вот тогда включается этот эффект цилиндра сразу же. Вот. То, что вот как раз в верхний край у нас уйдет такое весь в сияние, самого язычка, это, конечно, полцилиндра нам практически исчезнет у нас из-за этого. Ну, иногда чуть меньше, иногда чуть больше. Но где-то начиная вот, ну, даже если четверть мы оставим, то вот уже отсюда начинается вот это вот затемнение, более темная зона этой свечечки, чтобы цилиндр передать. Вот. И я пока только темную часть оставлю жестко, резко и не буду даже ее растушевывать. И вот здесь как раз вот этот краешек, который я оставил, вот это местечко, это и будет тот рефлекс, который у нашей свечки включит очень красивый эффект ее легкости, светопроводимости. Она сразу станет у вас красивая, сразу будет такая более, как будто бы даже немножко полуматого-прозрачная, чуть-чуть, слегка. Вот. У гладких объектов это место более ярко выраженное, вот этот рефлекс после теней. Свет у нас с этой стороны. Конечно, здесь будет зона, может быть, даже вот если свечка полированная, то вот тут будет еще и блик такой более яркий. Но это не так обязательно, если это все плавно переходит постепенно в свет, как бы не так жестко, как я сделал, а вот постепенно, 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 вот переходит в световую зону. Вот. Даже блик, в принципе, у нас и будет выделен, как будто бы вот сама свечка у вас и переходит в этот блик, в саму светлую зону. Это один момент, который я хотел вам рассказать про цилиндр. Следующий момент, ребят, будет связан с тем, что этот цилиндр, если находится на уровне ваших глаз, то верхушка цилиндра, вот с ней хотелось бы немножечко разобраться. Вот сейчас я сделал специально в камеру так, что вот здесь вот не видно ничего. Вот просто ровная площадка. Так бывает, когда уровень ваших глаз совпадает вот с этим краешком. Вот как только ваши глазки совпали с этим краешком, вы будете видеть такую ситуацию. Но если вы над свечкой встанете немножко выше, то вы увидите вот такую ситуацию. Опаньки, вот так вот. Это вот немножко мы привстали над свечкой. Может быть, мы сидим за столом, на столе горит свеча, вы увидите вот это. Но если вы встанете повыше во весь рост, вы увидите вот такую ситуацию. Вот. Обратите на это внимание. То есть в зависимости от того, как вы покажете вот этот эллипс, это именно эллипс нашей свечи, где будет в центре находиться, где-то вот здесь будет как раз находиться наш язычок пламени на ножке фитиля, но если вот как бы вровень с нашими глазами, это будет вот так. Допустим, если вы сели в практику медитации со свечой, на уровне глаз ее себе поставили на полутора метра от глаз и вот тренируете со свечой, с глазным дном работаете, то вы скорее всего видите вот именно вот нету никакого эллипса, все вот ровненько, аккуратненько, но если вы потом встали, вы увидите вот немножечко вот так, еще выше, вот так, ну если совсем над свечкой, будет вот так. Это уже совсем над свечой, как бы прям на дне, если посмотреть. Вот такой вот момент, это второй, ребят, элемент, который вам надо будет на него обратить внимание. В живописи можно и вот такое положение сделать, то есть край свечи и все. Видно, что у вас цилиндр, он у вас на тарелочке, какой-нибудь, например, будет на блюдце, на каком-нибудь подсвечнике, вот, и вот ровненький, аккуратненький край. И уже отсюда, допустим, если эта свечка вот будет моя аналоговая, то где-то вот, ой-ой-ой-ой, так, глядя в камеру, я давно не рисовал, вот, сюда будет смотреть, вот, и здесь вот язычочек, пункт, вот, совмещу, 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 вот, может быть такая ситуация, ребят, запросто, то есть вы сбоку будете видите пламя, пламя будет на ножке фитиля, вот этой ниточке, и все, вот. Но если вы будете показывать этот эллипс, то он должен быть у вас по всем принципам эллипса, и на всякий случай в нем нельзя сделать вот так вот. Вот, рыбочкообразный эллипс. Вот это рыбочкообразный эллипс. Тут эллипс надо, чтобы был, именно кончики были закругленные, вот эти вот, 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 вот эти вот места. Это третий акцент, который я хотел бы вам сделать. Вот, помимо вот самого положения этого эллипса, будет он у вас на картине или нет, вот вам надо будет еще и вот с этими эллипсами поиграть. Вот, чтобы у вас кончики тоже были такие слегка закругленные, а не вот такие. Вот такие кончики, нельзя. Вот такие, ага. Вот, тогда ваш эллипс будет красивый, элегантный, аккуратненький. А его размером, этого эллипса, вы просто покажете всем, на какой высоте глазки зрителя находится. Вот, и будет у вас аккуратненький, или все будет хорошо. Вот, самой вот этой вот штучки. Вот, именно вот эти кончики. Они нередко, как раз, к сожалению, начинающими живописцами превращаются вот в такие вот. То же самое будет, я почему так про эллипс много рассказываю. Если вдруг у нас с вами будет время до пиалушечки, в которой будет находиться свеча, то это надо будет показать. Вот. Полетели. Дальше, ребят. В принципе, вот эти основные моменты, что касается самой туловища свечи. Что касается самого пламени, давайте сейчас проверим, пока у нас там не подсохло ли. В принципе, я надеюсь, у всех уже подсохло. В общем-то, давайте еще небольших пару минут, сейчас еще кое-что вам расскажу. Уже про пламя свечи. Пламя самой свечи. Само пламя свечи состоит из... Ну, свечку сейчас саму вот оставлю вот здесь. Вот пока вот не буду трогать эллипс, допустим, вровень с нашими глазами. Сам фитиль. Сам фитилек. Маленькая ножка. В нижней части может быть даже беленькая, но начиная с четверти, с третьей части. Там уже потом посмотрите в жизни, как это происходит. Чем выше... В общем, она чернеет. Она чернеет, и только на самом кончике вот здесь образуется что-то очень яркое. Что-то очень такое прям светленькое. Вот. Бывает прям такой легкий огонечек. Потом сам язычок пламени, ребят. Он охватывает это все. Но сейчас пока сделаю большой, чтобы потом показать некоторые нюансы. Язык пламени очень подвижный. Он очень колышется на любом ветерке. Иногда, если этого нету ветерка, то, в принципе, язычок будет уже не с таким хвостиком. Язычок может стать вот чуть ли не овалом. Просто вот некий такой капельковый овал, и все. И никаких там вот этих вот острокапельковых элементов нету. Они, как правило, появляются, когда какой-то есть ветерок. Если овал ровненький, аккуратненький, то это просто лепесток. Лепесток без всяких заострений. Это еще один момент, уровень внимания. И где-то вот начиная с нижней части этого лепестка, она заходит на фитилек. Вот с этого местечка образуется еще вот такая вот зона. Она бывает сферическая. У некоторых фитильков там так подбираются. Это зависит от размера фитилька, как воск или парафин или стеарин. Там много размеров. Даже диаметр, по-моему, влияет на эти вещи. Какая свечка по диаметру. Бывает вытянутый вот этот яйцеобразный элемент. Но здесь образуется некая такая вот зона интересная. Если вот весь язычок пламени у нас желтенький, то вот этот краешек такой становится синевато-голубоватым иногда. Бывает он такой ультрамаринового цвета немножко. Прозрачно. Здесь вообще ничего нет. То есть вот эта зона полного отсутствия цветов, оттенков. И ничего там нет, не видно. Видно только вот эту маленькую точку. Иногда она нагорает маленьким. Вспоминаете, вот такой нагарыш появляется. Он бывает больше-больше, все ярче-ярче. Иногда даже если он очень большой, начинает коптить, надо его ножничками осторожно чик убрать у некоторых свечей. Вот есть даже специальные обученные люди, которые это делают вот в больших заведениях дворцов. Что-то я такое слышал, которые убирают как раз вот эти штучки. Если какая-то партия вдруг начинает так делать. Вот это что касается язычка пламени. И последний элемент внимания, ребят, который я вам тоже потом буду показывать и рассказывать. Допустим, хорошо, свечка, фитилек, язычок пламени. Вот есть еще один элемент, который обязательно нужно учитывать при рисовании свечей. Это непосредственно сам их свет. Вот есть свет, а есть источник света. Источник света у нас будет вот этот язычок. Более того, даже вот его, именно вот эта вот центральная зона, вот как бы кружок, который можно обозначить вот неким таким, ближе к основанию элементам. Вот, неважно, остроконечный он или какой, вот та часть, которая у него самая крупная, вот она является источником света, сияния и так далее. И вот дальше включаются законы распространения света. Сейчас я их так приблизительно вот обозначу, некой такой мишенью, как мишень, это можно обозначить. Я сделаю три кольца. Достаточно, в принципе, трех колец. Три кольца. Самое яркое, конечно, будет вот это кольцо. Иногда оно совпадает немножко с язычком пламени. Бывает такое тоже. Это зависит от размера вот этого язычка пламени. Вот, но вот это кольцо самое светленькое. Дальше колечко становится более тускленьким и совсем растворяющимся в окружающем интерьере пространстве. Вот это вот внешнее кольцо, третье. Три кольца я вам предлагаю сделать. Все переходы между ними плавненькие, постепенно гаснет вот это третье кольцо в нашем фоне, какой бы он ни был. У нас пока фон ровный, а мог бы быть интерьер какой-то, мог бы быть какие-то обои нарисованы, какие-нибудь там элементы какого-то убранства, либо храма, либо помещения. И тогда бы пришлось там делать вот такое растворение. Это гораздо сложнее и проще делать только в масле такие вещи. В акриле лучше сделать вот этот фон ровненький, который за этой свечкой, чтобы он был ровненький. И уже вот эти колечки мы располагаем. По мере удаления от язычка пламени все бледней, бледней и прозрачней. Они все больше растворяются. Это вот что касается света. Свет. Еще один элемент, который нам придется изобразить в нашей свечи. Если свечки это не сделать, а, кстати, по факту, ребят, тоже имейте в виду, на фотографиях мы можем и не увидеть этого света вообще. Можно так сфотографировать, что будет просто язычок пламени такой красивый, свечка такая вся объемная, и все. И никакого вот этого ореола нет вообще. И натурально наблюдая свечи, мы очень часто не видим вот таких ореолов. Этого нету. Это именно живописный элемент, чтобы усилить иллюзию того, что на нашей плоской бумажке находится трехмерный объект, да еще и спускающий свет, да еще и очень яркий относительно этой бумажки. Вот маленькая такая уловка своеобразная, которой можно усилить, чтобы свечка была все-таки не тусклая, а все-таки свечка была яркая, все-таки свечка светилась. Вот как бы такой момент своеобразной передачи на бумаге, на холсте вот этой иллюзии, сияния. Поэтому эти кольца важны. В природе, в жизни, мы можем их когда увидеть? Ну, если в банке перепариться, например, посильнее, так хорошенечко, так вот до легкого полуобморочного состояния, вот, может быть, видели, когда вот вы из банки выходите, все источники света в красивом аурном сиянии таком. Бывает даже немножко с радугой. Вот если хорошо уже так, уже почти в обморок падаете, то еще и радугу увидите вокруг каждой свечки, вокруг каждой лампочки, вокруг, ну, особенно вокруг свечек. Вот здесь тоже очень красивый эффект происходит. У нас там с кое-что с сетчаткой глаза происходит, видать. Вот туман в глазах. Вот этот туман очень красиво играет. Может быть, оттуда, кстати, художники прошлого тоже брали эту идею, которая на картине еще и усилила эффект вот этой свечи. Вот это небольшая была теория по свечам. Вот сейчас перейдем в практику. В практике все немножечко попроще, с одной стороны, но нужна будет внимательность и аккуратность. Поэтому сейчас начнем с нашего объекта. Я, наверное, даже вам все-таки предлагаю, ребят, сделать эффект того, что наша свечечка будет находиться все-таки в какой-то пиалушечке. Это может быть какая-то очень маленькая, низенькая. Либо она будет у вас с ровным краем. Либо сделать ей небольшой эллипс, такой легенький, слегка-слегка-слегка, прям такой небольшой совсем эллипс, тоже с закругляющимися элементами. Даже если эллипс маленький, совсем плоский почти все равно, вот кончики надо будет закруглить нам. И, соответственно, основание тоже будет такое у нас слегка-слегка-слегка закругленное. Ну, красивее. Сможем ли мы сделать ей имитацию потом впоследствии какого-то символа металла? Я бы предложил теплый металл, все-таки потом попробовать сделать либо латунь, бронза, золото, ну, что-то такое тепленькое. Посмотрим. Ну, по крайней мере, с ней будет интереснее. Посмотрим, как это ляжет. Вот пока что я вам предлагаю сделать следующие моменты. Карандашик на этой основе хорошо будет видно. Он будет отсвечивать. Очень красиво будет отсвечивать. Поэтому здесь я вам предлагаю первое, что сделать, это одну треть отправить на стол, на котором все это находится. Вот прям, можно чуть меньше, одной третьей части сделать стол. Поставить стол. Чтобы сделать прямую линию без линейки, надо... Сейчас я повыше поднимусь. Я ногтем упираюсь вот сюда, а карандашик жестко зажал. Жестко зажатый карандаш, ногтем упираюсь в край картины. А, это на бумаге не сделать, ребят. Поэтому придется, кто на бумаге, это сделать под линейку. Может быть, даже под линейку. Либо так глазомер свой потренируйте и сделайте такие вот эту вот линию, попрямее, все-таки это край стола. Карандаш будет видно. Даже у меня его в камеру, похоже, отсвечивает. Ну да, он так хорошо графит отсвечивает. Может, даже не буду лампу включать. Посмотрим. Вот. Здесь будет находиться свеча с пиалушечкой какой-нибудь. Так, акрил пока закрою. Так. Вот. И я предлагаю вам сделать как раз эту пиалушечку. По размерам ее, ну, приблизительно чуть-чуть больше, вот это вот, если все разделить вертикальные линии на три части, разделить, вот чуть больше вот этой третьей зоны. Как бы вот если третья зона будет у нас вот так вот, например, вот это вот на три части, если разделить. Вот. Карандашка с амбажу. Вот, например, это все по третьим частям. То вот немножко-немножко слегка заходя за границы вот этих вот двух третей, чтобы вот это был размер как бы нашей пиалушечки. И легкой дугой, не сильной дугой, я предлагаю вам сделать как раз вот эту вот линию ближнюю к нам, завернуть ее немножечко на ту сторону, и вот там дальше линию не делать. Там где-то будет свеча, поэтому, когда свечку сделаем, намек на свечу, тогда уже поставим вот эти вот до конца, до нее линии. Следующий момент, ребят, сделать так, чтобы свечка была строго вот так вот. Не вот так вот. Или не вот так вот. Свеча должна быть вертикальная. Можно сделать вот в этом, в этой картине, можно ее сделать строго посередине. Это, наверное, единственный момент исключения, когда можно оставить объект посередине, если он связан с источником света. С другой стороны, будет красиво немножечко там на сантиметр вправо или влево от середины. Тоже будет хорошо. Как ее вам вертикально поставить, ребят? Ну, как вариант. Если чувствуете, что тяжеловато вам руке это сделать, можете, используя наш вот этот листочек вспомогательный, сложите вот так вот в длину, чтобы он у вас был пополам сложен и аккуратненько. И как вот от краешка, чтобы вы от края могли сделать вот эту вот опорную линию, строго перпендикулярно, к нашему листочку, к холсту. Вот. И себе сделать эту вот ось центральную, чтобы у вас четко была вот эта вот вертикаль, чтобы вы не потеряли вот это вот то, что должно быть строго вертикально. И дальше сделать какую-то толщину. Толщину я вам предлагаю сделать абсолютно вот то, что вам удобно. Вот как вам комфортно, ребят? Можно сделать узенькую, тонкую свечку, можно сделать, что называется, в 3-4 пальчика, такую большущую, приличную. Смотрите, здесь я не хотел бы вам предлагать какой-то вариант, чтобы он был такой у нас у всех одинаковый. Свечки разные бывают, мы же помним. И такие могут быть в большом подсвечнике. Маленькая свечка может быть, в большом подсвечнике может быть, очень толстенькая свечка находиться. И такое тоже бывает. Вот здесь вот выберите себе, как вам было бы комфортно. Вот вам лично. Вот удобно. Свечка такая-то. Вот такую-то и сделайте. Высота свечки тоже. Вот здесь вот уже предлагаю вам не делать ее выше оставшегося нашего вот этого фона над столом, выше серединки. Вот у меня граница стола, вот здесь у меня находится. Сейчас край покажу. Вот у меня край картины. Вот он, наверху. Вот, чтобы свечка закончилась где-то вот не выше этой линии, лучше ее не поднимайте, потому что там нужно будет делать ореол свечения. Где-то вот серединка этого оставшегося пространства. Вот досюда свечка по композиции будет элегантнее смотреться. Вот. Эллипс у меня внизу, тарелочка, вот эта вот начальная, верхняя часть тарелочки родилась. А вот вверх свечки я все-таки уже тут эллипс практически исчезает, потому что, в общем-то, похожа она и будет на уровне глаз вот в этой ситуации. вот, и когда туловище свечки появилось, вот теперь можно спокойненько завести остатки моей пиалки тарелочки за свечку, как бы, чтобы вот тут вот она доходила до краев. получается, что свечка у нас вперед упирается в край нашей пиалушки, а задняя часть этого эллипса пиалушки заходит за свечку. вот саму пиалушку тоже сейчас потихонечку и формирую такое блюдцеобразное такое строение, вот легкое блюдце. и, в принципе, даже вот при таком ракурсе можно даже и не делать ей донышко. Его будет, возможно, тут и не видно. В крайнем случае, маленький намек такой, что там что-то есть. Слегка, слегка, слегка можно, конечно, обозначить для уверенности, что там все в порядке. Основа есть. В общем-то, основной чертеж завершен. Язычок пламени лучше сделать спонтанно. Орел свечения потихонечку у нас появится. А начнем мы, я такое слово уже запускал на наших встречах, на наших курсах, имприматура. Мы сейчас с вами будем делать имприматуру нашей свечи. Это такой первоначальный набросок, эскиз. Эскиз нашей свечи за счет белой краски. То есть сейчас главная краска у нас будет беленькая, которую мы просто сейчас делаем цилиндр цилиндром, сделаем пиалку пиалкой, сформируем. Чтобы все это у нас было уже приготовлено для свечи. вот это можно делать и кисточкой, которая у нас кругленькая. Это будет такой эскизный вариант, ребят, поэтому он не финальный. И белая краска будет нужна. можно из тюбика, можно из баночки. вот и начинаем наш процесс. Верхняя часть свечи, вот сразу вот ее можно всю сделать более светленькой, там будет максимальный отцвет. Красочку я сильно даже не развожу. С какой-то стороны вполне будет уместно, в принципе, чтобы ваша свеча была более светленькой. Откуда-то все равно ее же собственный свет будет ее освещать. Возможно, вот в этом помещении только свечка и задает этот отцвет. Отцвет происходит от какой-то стенки, от какой-то части мебели, от какой-то плоскости в любом случае. Вот поэтому для себя выбирайте, ребят, откуда у вас будет более светлая зона. Можно справа, можно слева. И вот это местечко, которое у вас будет отсвечиваться, его можно сразу сделать чуть более светленьким по вашей карандашной линии. Воду здесь можно добавлять спокойненько. Цвет свечи у нас все равно будет другой, не такой. Вот до блюдца, до блюдца я делаю вот этот отцвет. А вот дальше начинаю постепенно сбрасываю все с кисточки в воду, эту белую краску. И вот мокрой, уже мокрой кисточкой, вот это все будет мокренько, я начинаю потихонечку-потихонечку набивать эту белую краску, чтобы уже осторожненько ее так выводить в ту зону, где будет темновато. Вот это темновато у меня начинается вот здесь. Подцвет, который будет последний, так называемый рефлекс, тоже я обозначил с задней стороны этой свечечки. Кисточку потом полностью отмываю, лишаю всякой воды, и теперь почти сухой, ну, влажненькая слегка, я как раз просто убираю лишнюю белую краску из центральной зоны. Ой, сверху захватил. Снизу то убрал, а сверху захватил. Вот, и этим самым как раз я и выделяю вот эту вот тень с плавным переходом этой тени вот в этот вот светлый краешек. У свечей он довольно ярко может светиться именно из-за их свойства световодности, можно так это назвать. Свечка как световод. Здесь нужна, возможно, будет тряпочка, ребят, вам, чтобы периодически вытирать лишнюю влагу. Вот, аса с одной стороны просто более яркая. Осторожненько, так маленькими количествами лучше берите белые краски, так будет легче ими управлять. Взяв много, конечно, придется немножко повозиться, чтобы их разбросать. А верхнюю часть можно, в принципе, игнорируя все законы цилиндра. Где-то так даже можно даже до, ну, четверть точно, ребят, можно спокойненько четверть, все вот это вот постепенно на нашей свечке. Ну, если робко, можно не четверть, можно, например, половина четверти хотя бы отправьте просто в беленький вариант. Беленький вариант, а потом плавненько, плавненько, плавненько и сбрасываем. Свечка – это свет. Свет лишает, как бы, царства теней, их власти. Там, где свет царствует, там тени исчезают. Именно около света. Тени появляются уже чуть позже. И вот эту вот зону как раз и сейчас осторожненько, по чуть-чуть, по чуть-чуть, плавненько выводя их уже там, где появляются тени, чуть подальше от света, высветляю. Смотри, а какой кисточкой вы сейчас рисуете? Я работаю, ну, я ее называю любимая кисточка. Вот, если честно, можно это делать и вторым номером. Можно это делать вот эта вот круглая синтетика с острым кончиком на конце, чтобы делать тонкие прямые линии, границы более фиксированные. У меня просто, к сожалению, плоская любимая кисточка не рабочая стала. Я ее проворонил. Я бы это мог сделать и плоской кисточкой синтетикой. Синтетики, они хороши тем, что они делают ровные края. Поэтому можно это было бы сделать и синтетикой. Но синтетику Дмитрий засушил. Можно второй раз, когда начнет чуть-чуть подсыхать ваша красочка, вот именно самый верх, самый верх-вверх, который будет на самой светлой-светлой в нашей свечке, еще раз ее посильнее проложить белой красочкой. Она у нас будет потом светиться сквозь наш будущий цвет свечи. Это еще не цвет свечи. Ребята, имейте в виду, это только лишь те света, которые будут у нашей свечки. Это ее света мы рисуем, но не цвет. Цвета еще не появились. Где будет светиться наша свеча? Свеча будет светиться вот здесь. Свеча будет по краешку, в теневой зоне отсвечивать, такой легким ореольчиком. Туловище свечи будет ярко, более-менее ярким, с той стороны, где на нее падает ее же собственный свет, отраженный откуда-то. Некоторые художники нередко делали это усиление вот этой подсветки с помощью, например, такой вот картины. Может быть, слышали это название? Ой, я забыл название, кстати. В общем, там девушки гадают. Вот, когда девушки там гадают, тут зеркало, свеча в зеркало дает свой свет, и этот же свет на свечку падает, и у свечки появляется вот эта вот подсветочка от ее же самой. И там лицо девушки, которая гадает вот рождественские гадания. Святочки? Святки? Нет, ну да, святки. Ну, со свечкой я цвета все разложил. Тенечки у нас в данном случае мы не делаем в теньки, потому что мы их, образно говоря, сделали, когда вот этот вот весь фон наш сделали. Мы фактически вот в этих работах, ну, их можно назвать ночные работы, в ночных работах сам фон и работает тенькой общей. Вот, и пока свечка подсыхает, с ней делать бесполезно что-либо еще. Вот, пока она подсыхает, я вам предлагаю переключиться на нашу пиалушечку. Тоже разложить пиалушечки свет. Вот тут я кисточку сейчас поменяю на тоненькую. Второй номер. Второй номер для крила удобнее, чем первый. Первый слишком часто приходится прыгать и скакать за белой краской. А вот второй номер, его даже хватает на подольше. И красочку я тоже где-нибудь на палитрочку сейчас какую-нибудь выложу, потому что здесь уже ее из баночки просто так вот уже лучше не брать. Или из тюбика. Ее надо довести до сливочек. Вот я сейчас ее довел, вытащил, она как йогурт. Йогурт это слишком густовато, чересчур. Беру немножечко водицы и капельку раз. Ну вот тоже такие густенькие, можно назвать сливочки, такие деревенские, как бы. Ну вот до городских надо вести густых сливок. В общем, три капельки воды на капельку краски. Где-то так приблизительно. Может быть, две капельки воды. Ребята, смотрите, что густенькая была, но при этом такая вот подвижная. Что у нас будет самое яркое у нашей пиалушечки? Все то, что вверху. Все то, что обращено к свету. Это будет самое яркое. Это у нас край. Именно край является у нас самым ярким объектом у пиалушечки. Какого бы материала бы она ни была, хоть металл, хоть обсидиановая черная ваза, вот все равно вот то, что обращено кверху. Сейчас я уберу эти хвостики от кисточки появившиеся. Все, что кверху обращено, светленькое. Вот. Весь край. Хоть стеклянная, хоть деревянная, ребят, даже деревянная, если бы лабы, или керамическая, там чистая керамика, все равно верхний край получает свет свечи. И раз он получил свет свечи, надо это показать, что именно свечка управляет нашим расположением, движением света по всей нашей вот этой картине. самое забавное, самое забавное, что внутренняя часть этой пиалушки тоже будет посветлее, чем внешняя. Внешняя получается закрыта от света самим же вот этим бордюрчиком верхним. Она сама себя и закрывает вот сюда уже вниз к столу поближе. А вот та часть, которая получается внутри, попадает побольше света, чем вот на это все. Поэтому можно смело поближе к кончикам особенно нашего эллипса слегка-слегка, но не так ярко, конечно, не так ярко, как верх. Вот тут, возможно, придется даже кисточку слегка сбросить об воду, об воду, об воду, чтобы сделать чуть-чуть более бледненько, но светло там. Вот внутри нашей пиалушечки верхний край, чуть-чуть посветлее такой, можно как раз молочной белой краской, как молокою навести уже. А книзу, да, книзу темнеет постепенно. Такие маленькие микро-элементы, которые потом нам очень красиво сыграют. подошла у нас Лена. Следующий шаг, ребят, это вот как и у цилиндра вот этот рефлекс играет интересно, так и у теневой нашей пиалушечки, эти рефлексики будут и справа, и слева. Ну, может быть, с той стороны, где идет отраженный свет от чего-нибудь на нашу свечку, будет чуть больше его, этого рефлекса, который, в принципе, может даже бликом назвать в теневой зоне нашей пиалушки. И тоже лучше это начинать делать бледненькой, разведенной с водой красочкой. Вот наша умбра здесь будет работать фоновая, как своеобразный вытемнитель всего этого дела. Вот, в принципе, если мы в металл это будем потом превращать, можно всю эту пиалушечку сделать общий рефлекс по всей ее, по всем габаритам. Но потом шустренько, шустренько растушевать его вовнутрь с краев, уже мокрой чистой кисточкой, чтобы постепенно, постепенно, постепенно этот край у нас ушел вовнутрь. Пока что я сделал общий рефлекс, такой, единый рефлекс всей нижней донной части этой пиалушки. Еще раз повторюсь, ребят, не важно, какой это будет материал, будет ли то у вас последствия металл, стекло или камень, керамика. Рефлекс все равно будет в любом случае, а вот усиливать его, конечно, придется в зависимости от материала. Можно сделать так, что краевой этот элемент рефлекса будет очень яркий, такой же, как и вот этот бордюр опоясывающий. Это у стеклянных объектов, такое запросто может произойти. У металлических тоже довольно яркий рефлексик, в принципе, можно тоже такое сделать и для металла. гладкий, в общем, одним словом гладкий. Гладкий объект отсвечивает лучше, зеркалит. Гладкие товарищи зеркалят, сильно зеркалят. Вот поэтому можно, в принципе, повторно на его там самый кончик, самый краешек еще посильнее, слегка-слегка-слегка сделать более выраженным. еще раз напомню, мы пока расставляем световые элементы, светы, светы расставляем, света, донышко, кто будет сюда вкладывать, тоже можно вот как бы отдельно сделать тоже рефлексики, донышко. можно донышко, ребят, и не делать, кстати, вот при таком положении пиалушки, его может не видно, быть просто элементарно. Вот, и тоже по возможности все резкие линии, которые мы там нанесем, тут же их растушевывайте вовнутрь. Пока нам не надо, чтобы у нас были тут жесткие конты, конты потом не очень красиво смотрятся, в принципе, в картине. Вот, тем более, мы все равно сюда будем накладывать потом краску цветовую уже. Цветовой элемент у нас здесь появится. Вот, сейчас у меня на пиалушке нижняя часть и справа, и слева практически одинаковые. Даже вот здесь в теневой зоне что-то побольше стал рефлекс. А по идее вот рефлексик надо посильнее сделать вот тут, вот как будто бы он был бликом у меня. Вот, сейчас я это тоже подправлю. Все-таки у меня с этой стороны отцвет на свечку, ее же возможно с пламени больше, чем с этой стороны. Поэтому, и вот здесь вот эту пиалушку я тоже посильнее сейчас выделяю светом. Можно прям поставить здесь такой бликообразный элемент, кисточку потом быстренько отмыть, вытереть из нее всю водичку и все это пятнышко разбросать, чтобы не было резких переходиков, но одна сторона теперь у меня будет определенно более светленькая, чем другая. Опять же, ребят, имейте в виду, мы сейчас делаем вещи наглые, безнатурные. Вот, надо такие штучки на будущее, если кому-то будет любопытно в натуре посмотреть. Это тоже очень большие открытия. Даже поярче немножко сделаю. Натура наше все. Опять же, если все-таки работать с символизмом и с этим уровнем символов, натура здесь не играет доминирующей роли, если не стоит задачи правдоподобных передач данного объекта. Итак, вот у нас в воздухе висит заготовка для свечи, света расставлены, пламя пока не трогаем, ребят, сначала мы сделаем сияние пламени, потом само пламя, но перед этим я вам предлагаю сделать еще стол, какой-то намек на стол. В этой ситуации вероятность того, что он будет казаться нам темным очень высока. Если нету второго освещения в помещении, если в помещении только это источник света и больше ничего нету, то в принципе можно так довольно серьезно утверждать, что это черная краска. Небольшое количество втертая вот в эту нашу структуру, которую вы создали, и желательно сделать ее плавно растворяющейся вот к той дальней линии. Конечно, придется немножко постараться около нашего всего построения погулять, ребят. В этом случае нельзя было, к сожалению, сделать стол сначала, потом на них все наше построение, потому что оно бы просвечивало нам бы вот этот фон, и было бы не очень, но это было бы забавно. Я пока не предлагаю вам делать детальное строение стола, где там у него край, где там у него драпировка ткани, если там какая-то ткань лежит, типа какой-то салфеточки. Здесь сейчас не эта задача стоит. Где-то до серединки этого стола я довожу линию практически одного горошка растер его по всему столу. Потом кисточку я по возможности насколько могу отмываю, лишаю ее всей воды с помощью тряпки, зажимаю прямо в тряпки и выдергиваю. Вот теперь она у меня влажная, пустая. Вот этой пустой влажной кисточкой я уже кверху мою черную краску просто-просто вот по этим краешкам постепенно-постепенно растушевываю. даже если немножко на этой фазе я заеду на свечку это не опасно и не критично легко исправимо. Поэтому здесь не переживайте. Это же мы еще не рисовали свечку, мы только светы разложили. вот и постепенно эту влажную полоску сероватую получается теперь уже я довожу до той линии, где у меня предполагается край моего стола. Она сейчас высохнет, скорее всего будет исчезновение этого эффекта потихонечку начнет исчезать по мере высыхания. Но по крайней мере свеча уже будет находиться на чем-то. Уже нет эффекта, что свеча висит и левитирует. Хотя это тоже волшебно. Тоже красивый был бы эффект. Вот практически мы на одной умбре на белой краске и на черной сделали такую начальную подготовку этого сюжета. Здесь я вас немножко подожду. в некоторых рукописях художники Кумбру Женую называли старшей фрейлиной при дворе. Черная краска король, белая королева и старшая фрейлина. Есть принцесса еще. я говорил когда-то уже на курсах принцессы и называли вот это охру. Сейчас охра будет входить. Скоро уже. в общем-то ребят с охрой мы начнем делать уже некоторые наши дополнительные нюансы с ощущениями с некоторыми нашими внутренними моментами. То что мы сейчас сделали это была такая логическая структура такое построение немножечко более умственное ну как бы немножко ум потешили и все байки. Дальше уже символизм ребят символизм вот этой свечи. Во многих культурах свечку называют как элемент души человека. Свеча как бы загорается как душа светится. Подобие огня полностью но только маленькое в размерах как бы вот этот элемент тоже есть философский такой глубокий размер маленький а также тот же огонь из искров сгорится пламя такой революционный лозунг тоже был такой одно время очень популярен потому что образ действительно очень мощный действительно вот если брать духовную нашу практику то из искорки маленького стремления к небу можно вознестись очень высоко и очень так действительно получается такой духовный преображающий огонь у человека может произойти в материальном уровне конечно из маленькой искорки может загореться огромный пожар если брать такой житейский вариант буквального понимания душевный тоже огонь если брать душевный срез душевное пламя то что горит наша душа этот свет передается и сжигает другие души это как раз забыл это произведение в школе надо же вылетела только что вертелось в голове данка данка вот герой данка был такой у нас горящей душой зажигал души тоже такой образ литературный здесь тоже получается что любая душа которая горит какой-то идеей каким-то таким вот ровным горением какому-то делу зажигает это еще называется эффект заражения эффект заражения как раз основан на том что вы чем-то горите и если вот в это горение кто-то увидит как это вы горите у них тоже что-то загорается это это вот душевная передача вот этого пламени но духовная передача это тоже интересный эффект ребята тоже такой сложный для понимания элемент но все наши то что называются великие просвещенные посвященные даже вот все эти уже даже не совсем люди хотя в общем-то воплощались как люди но иисус христос и будда и многие другие вот они все проходили какой-то путь земной части жизни а потом что-то с ними происходили происходило и появлялся светоч уже духовного чего-то такого мощного сильного глубокого этого ощущения которое действительно до сих пор светит очень многим людям и это прекрасно ну ребята уже вроде подсохло это основная конструкция да можно потихонечку выдвигаться дальше с нашей охрочкой если нужна минутка еще там парочку вы мне сигнальте ребят чтобы я не сильно забегал вперед нужна еще минуточка да давайте ребят минуточку пока побудьте еще с этими размышлениями ощущениями я как раз минуточку сейчас размышляйте вообще можно можно рискнуть попробовать сделать с белилами смешать желтенький и немножко добавить коричневого появится какой-то оттенок охра но этот оттенок надо сделать будет наверное где-то так вот пол чайной ложечки и не давать ему засохнуть на протяжении всего занятия чтобы повторно такой сделать не удастся держать ее как говорится на невысыхании Дмитрий а подскажите вот черную какую лучше Марс черный или сажу газовую ну я бы предложил в этой ситуации наверное Марс он более тепленький чем сажа если есть выбор то лучше Марс сажа 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok И вот теперь надо шустренько Все, что у меня на кисточке сейчас есть Сбросить об воду Вытереть ее быстренько Очень быстренько Потому что сохнет это очень шустро Снова ее об тряпочку Оставить без воды И вот то, что осталось Теперь я начинаю потихонечку По краям, ребята, растушевывать Разбрасывать, фактически Задача Разбросать это пятно вокруг Можно даже добавить Движение покачивающее Можно даже задевать нашу свечку, не переживайте, даже будет интереснее, кстати. Вот, и это пятно надо разбросать. Эту процедуру можно делать не один раз. То есть вот сейчас как бы так потренируйтесь чуть-чуть, поразбрасывайте ее постепенно. Задача сделать так, чтобы ваше пятно постепенно исчезло в вашем фоне. Как бы такую прям тонкую растирку сделать, что оно как-то так раз-раз-раз, и куда-то делось. Если что-то вдруг пойдет, как это говорится, не так, ребят, стирательная резинка, вот этот тюбик. Вот, именно тот цвет, который у вас был в фоне вашем, это у нас была чистая, умбраженная, это и есть ваша стирка. Этой стиркой можно все это убрать, если что. Вот, мало ли вдруг. С другой стороны, не знаю, а что убирать-то там особенно. Орел может этот качаться. Орел бывает этот нестабильным. Не всегда он такой прям ровный, аккуратно, кругленький. Он может быть немножко даже овальный слегка. Вот, можно потом, в принципе, немножко добавить в центр еще чуть-чуть вот этой охрочки чистенько из тюбика. Вот, и вот здесь вот в этом месте сделать чуть-чуть, может быть, понасыщеннее эту охрочку слегка, но все равно она просвечивает фон. Все равно она, когда высохнет, будет еще сильнее просвечивать этот фон. И это очень хорошо. Она не должна сильно светиться здесь, не надо делать ее яркой. Поэтому, Светлана, вот будешь намешивать с белой краской, с белой краской поосторожнее. Так, ее надо аккуратненько будет там растушевывать. И, кстати, ребята, вот почему я вам предлагал две краски, ой, две кисточки использовать. Можно, в принципе, ускорить процесс. Вы одной кисточкой это набросали, второй кисточкой начинаете это разравнивать. Вот, в принципе, я сейчас использовал очень маленькое количество для первого прохода краски. Можно успеть сделать одной кистью большой. Но бывает, что можно, как говорится, нечаянно так это не пожалеть сделать большой горошек охры. Его придется разбивать посильнее. Вот, это скромное, то, что я сейчас сделал, это очень скромное такое пятно, легенькое, чтобы, знаете, так подстраховаться, что называется. Страхующее пятнышко. Вот. Можно также, пока вот это пятнышко, когда у вас будет готово, из этой же охры, где-нибудь на чистеньком месте палитрочки какой-то, сделать жидкую такую на воде замешанную краску. Тоже из этой охры. Ну, и, кстати, Светлана, вот у тебя раз охры нет, то можно это сделать на коричневой, если она у тебя не такая темная, как вот эта умбра, если она посветлее чуть-чуть, можно на коричневом цвете это сделать. С водой надо сделать прозрачную краску, ребят. Именно прозрачный, чтобы был элемент. Это много капелек воды на небольшое количество краски, чтобы фактически у вас была просвечивающая такая охра. И ей надо будет сделать закрашивание нашей свечечки тонким слоем, равномерненько. Мы как бы отправляем все, что у нас вот есть. Саму свечку эту. У нее все равно будет светиться все то, что вы сделали светленьким. Оно никуда не денется. Если даже немножко и погаснет, то до того момента, пока охра не высохнет. Ну, и, конечно, толстый слой охра здесь делать не надо, ребят, тоненьким слоем. Можно, если что, чистой кисточкой, обтирая его об тряпочку, выбрать лишнее. Там слишком много, нечаянно взяли, этой охрочки. А вообще, акрил имеет вот это свойство, которое здесь очень красиво можно эксплуатировать. Он высыхает, становится просвечивающим, и это очень здорово. Вот-вот и хорошо, что просвечивает, и пускай. Можно как раз на этом эффекте сделать очень красивый элемент вот этой теплой свечки. Этим же цветом я предлагаю вам сделать тепленьким и нашу пиалушечку. Как бы мы убираем теперь белые краски, но они при этом освещают сквозь наши тоненькие мазочки. Вот все, что мы там делаем, оно будет вот в этой тональности фактически. Вот, ребят, информацию, которую я сейчас предлагаю вам, любыми способами как-то в себе ее посмотреть, почувствовать. Можно о ней поразмышлять для начала. Ну, кто технари, лучше сначала поразмышляйте, а потом уже будет ответ в сердце. Кто гуманитария, я предлагаю это сразу почувствовать. Вот где у нас внутри есть такое пространство, которое можно назвать нашей внутренней свечой. У каждого человека есть внутренняя свеча. Некое горение чем-то, некое что-то, что запускает вашу систему и духовную, и душевную, и материальную. Ну, возьмите ту, которая для вас сейчас более актуальная, вот более важный какой-то процесс. Либо душевный, либо духовный, либо материальный, либо сразу все три. Вот, и вот этим, вот попробуйте вот сейчас вот, как бы таким наблюдателем внутренним посмотреть, вот где у вас, вот в каком, в каком деле, в какой части жизни, где-то вот внутри у вас есть это движение, горение. Вот к чему-то есть горение. Это, если брать для души, например, любимое дело. Дело, которое у вас прямо вот внутри, прямо вот в любом хобби какие-то, там, какие-то элементы, которые делают вам радость, счастье, удовольствие, приятность. Вот это все вот душевные моменты. Если брать материальные моменты, то это конкретные действия, которые, ну, тоже опять-таки их называют по душе. Какие-то варианты работы по душе, какие-то внешние проявления, которые вот всем видны, но вам нравится это делать, вот просто нравится. Есть от этого удовольствие, вы этим горите. Вот какое-то горение есть внутреннее, какие-то нюансы какого-то внешнего даже поведения, внешней деятельности. И уж тем более, если это по душе. То есть тут уже сразу двойной режим захватывается. Он и духовный немножечко даже потом переходит, но в первую очередь, ну, конечно, душевно-материальный. Вот дела по душе, которые, вот это мне по душе говорят, вот. А зачем ты это делаешь? А это мне для души. Тоже вот любые хобби, они как раз для души. Но если хобби превращается в дело в вашей жизни, то оно вам и в жизни помогает существовать в материальном мире, и оно вам еще и по душе. Это вообще два в одном, это очень здорово. Если в нем еще есть какие-то перешки духовных моментов, а они рано или поздно появляются, когда дело по душе, это неизбежно, то это уже все три коня в упряжке. Вот я предлагаю вам сейчас вот этой свечкой посмотреть, где вот это пламя у нас с вами горит. Вот у всех оно по-разному, у всех это индивидуально, но вот где-то оно вот есть. Вот. Пока сейчас вот это все уже вроде подсохло, пока, да, уже сухенькое, уже можно переходить на внутреннюю часть нашей свечи. Ребят, внутренняя часть состоит, вот я уже еще раз давайте к нашей схемочке так перепрыгну, вот, либо острый язычок, либо аккуратненький такой, без всяких сквознячков. Язычок такой, округленький. Фитиль. Кончик фитиля горит ярко, очень так сочно. Чаще всего сам фитиль бывает черненький, иногда бывает сначала беленькое, а потом переходит в черненький. Такое тоже бывает нередко при определенной толщине фитиля. А сам кончик вот этот бывает желтовато-оранжевый, либо желтый, либо оранжевый, либо желтовато-оранжевый. Вот таких вот гамм. На конце вот здесь горит вот эта яркая-яркая раскаленка такая. Тоже она очень красивая. Бывают свечи, у которых нет вот этой точки на конце. Такое тоже бывает, вы это увидите. Но красивее смотрится вот этот маленький огонек. На некоторых свечках это очень ярко выраженный эффект. Вот он красивый. Вот это надо будет сейчас изобразить. Тонкая кисточка здесь в помощь. Можно даже, в принципе, первый номер. Можно, в принципе, если острие есть у второго номера, это и вторым сделать. Выдавливать черный цвет не надо. Прямо вот его крышечка родная. Содержит достаточное количество, чтобы там капельку воды в нее бросить. Что, кстати, очень полезно для всех красок. Бросать им капельку воды в крышку. На всякий случай, может быть, на нашем листочке, бумажечке, черпнуть. Ну, такой фитиль нам не подходит по толщине. Нам надо еле касаясь. Едва, едва, едва. Вот он, в принципе, не тонкая волосяная линия. Как бы нам тут не надо делать там сверх тонкости. Вот, но что-то такое, чтобы было видно. Вот, и где-то вот на то, что вот возвышает на нашей свечечкой. Не обязательно, кстати, ровно прямая. Она может быть немножечко слегка наклоненная. Чуть-чуть легкой дугой может быть тоже запросто. Вот, предлагаю вам поставить этот черненький фитилек. Кстати, заметьте, сейчас интересный эффект появляется. Какое-то свечение, вот если у вас присутствует, вот это свечение есть. В верхний край свечки светится. Какие-то тут тени играют, светотени какие-то есть. А тут ничего. Вот это интересный эффект. Как бы за несколько миллисекунд, нет, не миллисекунд, нано, наносекунд после выключения свечи. Нет, не получится. Не, скорость света здесь, конечно, будет мгновенная, но ох, как это непросто. Но, наверное, такое можно выцепить в пространстве. Итак, ребят, следующий шаг. Так, кисточку нужно будет ополоснуть. При желании тоже, вы такое можете увидеть иногда, но я просто на всякий случай знаю, что может такое произойти. Вот здесь вот бывает основание более светленькое. Можно беленькой красочкой, осторожненько. Ну, иногда это сделать. Бывает, что этого и нету, ребят. Бывает черный фитилек до самого либо парафина, либо воска. Но бывает иногда вот эта ситуация, когда фитилек книзу светлеет чуть-чуть. Именно из-за того, что он там не обгорел. Нет у него этого черненького. Не образовалось. Если это будете изображать, то вот можно как раз беленькое вывести, и потом на него обратно черненьким слегка-слегка-слегка заехать, чтобы там его не так много было. Такое бывает иногда у свечей. Вот такой эффект тоже интересно смотрится. На конце, прежде чем делать там что-то такое красивое, на самом кончике, ну вот если будете делать эту точку, о которой я говорил, сначала под нее надо положить грунт. Это практически острием нашей палочки поставить беленькую точку. Вот она светится. Поставить, и все, пока забыть про это место, потому что пока оно сейчас не высохнет, его нельзя ни желтеть, ни оранжевить, либо оранжево-желтеть. Нельзя с ним это делать, пока она не высохнет. Хотя уже вот эта лампочка начинает светиться. Следующий шаг. Пламя свечи. Тоже лучше делать белой краской. И на первых порах, может быть даже, пока сейчас все это подсыхает, ребят, может быть даже на нашей бумажечке потренироваться. Ну, все-таки, когда рука делает что-то впервые, у нее бывают всякие ляпы. Если рука это делает в третий раз в жизни, у нее уже какая-то есть такая легкая, нагленькая уверенность. Я предлагаю вам сделать небольшую тренировку на каком-нибудь листке. Вот, допустим, на этой же бумажке. Порисовать пламя свечи. В разных вариантах. Тоненькой кисточкой. Вот, допустим, эта свечка. Допустим, фитилек торчит. У меня ухра просто осталась вот здесь, высыхает, поэтому я ухрой буду делать. У кого что есть, ребят, в арсенале, ну, только белое на белом плохо видно. Вот, и вот сами движения, ребят, кисточкой с махи, такие легенькие кверху, мы будем использовать технологию штриха. Если вы помните, штрих – это движение предметом, который оставляет следы, со взлетом. Вот если карандаш – это вот просто отрезочек, полосочка, то штрих будет вот так выглядеть. И очень важно вот это вот местечко. Вот, при штрихе образуется заострение. Вы все это знаете. Это и от шариковой ручки, от фломастера толстого, и тем более это от кисточки. Если делать штрих, то вот просто полосочка, это будет просто полосочка. А если делать штрих, тоже вот на конце, она не только тоненькая становится и остренькая, она еще и утончается в краске и становится просвечивающая. Вот этот эффект нам и нужен. Поэтому нам надо и потренировать. Вот мы делаем какую-то такую луковку, а кверху раз – взлетаем. Ну, понятно, что свечка таким полыхающим элементом быть не может, но на всякий случай ради хохма сделать это на бумажке, чтобы знать, что вот такие толстенькие луковки нам не подходят. Это, скорее всего, какой-то другой агрегат, либо какая-нибудь горелка горит, что-то там еще такое явно под напором может появиться. Вот другой элемент. Вот здесь, например, тоже так бумц. Буковка П – это верхушка свечи. Фитилек. И вот легонечко, элегантно, чуть-чуть ниже фитилька, легкая дуга и взлетаем вверх. Раз – и взлет вверх. Слишком симметричная свечка, тоже подозрительно. Че она такая симметричная? Вот. Забавно будет, если она будет симметричная. Но такое бывает часто, кстати. Просто оно, может быть, для картины смотрится немножко так странно. Но в природе бывает такое часто. Если ровненько все, аккуратненько, такая свечка хорошо так уже нагрелась, уже такое пламя такое у нее, турбинка такая включилась внутренняя там, то бывает такой эффект. Интереснее свечки, конечно, бывают тоже вот красивые, когда немножко слегка-слегка в одну сторону как-то пламечко сыграло. Чуть-чуть какая-то легкая асимметрия. Тоже со штрихом вверх. Вот. С легким взлетом. Вот. Асимметрия, конечно, она... Ну, для язычка. Язычок же танцует немножко на фитильке. Танцующий язычок, конечно, интереснее. Немножко странно будет смотреться, но с другой стороны тоже так часто это изображается, когда у вас фитилечек ровненьким таким овалом. В принципе, ребят, тоже можно, в принципе, штрих делать такой, не сильно вылетая вверх. Более того, сделать несколько таких вылетов, образующих вот такой прям лепесточек огня. Вот. Можно и такую структуру сделать. Как бы без заострения. Вот здесь я делал везде островы такие, луковковые маковки. То здесь такая маковка такая вот округленькая немножко. Тоже такое бывает. Выбирайте любой вариант. Делать мы это будем вначале чистой белой краской, с водой разведенной. Вот. Сейчас я немножечко поближе сделаю. Итак, водичкой. В водичкой я делаю капельку воды. Вот здесь я поставлю этой воды. Две капельки. Три капельки. И в них одну капельку белой краски. Это будет заготовка. Белый цвет. Пока что белый цвет. Тоже как вариант тренировочный, если что. Его легко потом будет перебить и охрой, и умброй, если что, в крайнем случае. Вот сам ореол, ребят, вот эта точка находится в центре. Напомню еще разочек. Давайте еще разочек покажу. В центре некой слепой зоны. Слепая зона при таком размере свечки придется ее показать. Это некий такой сферический элемент. Чаще всего сферический. Бывает немножко овальный. Который просвечивает насквозь. А само пламя чуть-чуть дальше возникает. Уже слегка над ним. И слегка-слегка вокруг. Поэтому чуть ниже. Я так вывожу вот это вот пламечко. Бледненько. Вот можно даже пока без всяких этих вот взлетов штриховых. Вот как бы формирую. Жиденько. Жиденько это все не так опасно. Даже формирую эту вот слепую зону. Даже укладываю белую красочку. Вот так чуть-чуть. Теперь кисточку я споласкиваю. Снимаю с нее капельку воды. И осторожненько теперь все это выглаживаю. С легким взлетом вверх. Ну, мне как-то с острием нравятся вот эти свечи. Как-то я язычковые давно уже не пишу. Они тоже красивые в принципе. Ну, как-то мне сам символ этой устремленности такой аэродинамической такой конструкции. Ну, близок очень, что ли. Вот. И вот легкими линиями формируется заготовка будущей свечи. Это еще не свеча. Ну, язычка пламени. Такое легкое высветление пока что. Краска почти прозрачная. Она будет просвечивать очень сильно, когда высохнет. Вот границу тоже можно вот это растушевать. В акриле можно себе это позволить. Вот, к сожалению, в гуашевых версиях это нереально. А в акриле можно спокойненько вот это место плавненьким сделать. Оно такое не четкое, прям такая дырка с резкими краями. Оно плавненькая такая зона. Вот, и сделано это, ребят, вот все-таки на видеокамере немножко она ярко выглядит. На самом деле она очень бледненькая. Практически такая тусклая, просвечивающаяся даже немножко вот там все, что за ней находится. Молочная белая краска. Еще когда высохнет, она еще меньше будет просвечивать. Она сейчас как-то затухнет совсем. От нее ничего толком не останется. Хотя уже какой-то намек, да, как образ какой-то такой уже. Но только холодное пламя. Обратите внимание, пламя хладное. Хладное пламечко. Есть это и пламя. Но оно пока такое тут, тускловатое. Вот. Сейчас я изготавливаю рядышком крашку, чуть погуще. Рядышком с этим пятнышком. Вот это прям густая такая уже чуть-чуть красочка. Это будет грунтовочка уже более для внутренних моментов этого пламени. Скажем так, вот уже там внутри этого пламени более яркие элементы, которые потом будут окрашены каким-то цветом. Тоже я сначала их расставляю короной такой небольшой. Вот это будет короночка такая. Вот это все беленькое. Кисточку быстренько сбрасываю. И теперь все это плавненько-плавненько-плавненько разбрасываю. Тоже пока еще пламя хладное. Теплота пламени не включена. Но она стала ярче. Это второй слой язычка. Обратите внимание, ребята. Первый слой такой бледный, как молоко. Вот у меня эта краска исходная осталась. Если так вот немножечко не стесняться, сейчас я кое-что вам покажу, я потом это уберу. Первая краска была вот такая вот. Вот это молоко. Вот здесь из краешка. Это будет абсолютно безопасно для моего сюжета. Вот она такая вот. В сборочках она такая собирается водянистая. Но если я сейчас полсухой, сейчас я кисточку так вытираю пальчиками. Вот она очень такая водянистая. Вот такая была в начале. Вторая краска все равно высохнет. Вторая была уже такая яркая. Это уже сливки. Высотный сливок. Уже очень такая яркая штучка получается. Сейчас будет третий слой. Ну и по форме они тоже меняются. Потом, если что, на видеозаписи посмотрите. Третий уровень будет. Я еще гуще беру красочку. Ну, в принципе, может такую же, как и вот эту вторую. И теперь делаю внутри вот этой вот короны, такой вот кокошника своеобразно. Здесь как кокошничек. В нем еще одно местечко я делаю с такой треугольной короночкой. Еще там внутри. Еще более яркое местечко. Вот это вот. Идущее кверху. Как бы, чтобы самый верхний край мой подсветлился. Я сильно не растушевываю края, чтобы вы видели все эти границы. Как бы язычок пламени бледненький. В нем кокошник. В кокошнике еще треугольничек. Вот получается такая вот уже более яркая грунтовка под язычок пламени. Это грунтовка. Напомню, смысл грунтовки в том, чтобы светился ваш объект, который вы изображаете. Если это персик, то персик, чтобы светился. Под ним должна быть либо белая бумага, либо белая заплатка в форме персика. Вот так и здесь тоже. Сейчас я это все уберу. Вот так и здесь тоже. Пока грунтовка сохнет, ребят, сейчас переключимся немножечко. Пусть она хорошенечко высохнет. Даже если она вот внешне сухая, в принципе, уже даже у меня она тоже уже сухенькая. Влага там в ней присутствует. Эта влага может сильно нам повлиять потом на наши дальнейшие процессы. Пусть немножко покачественнее высохнет. И пока она сохнет, немножечко уделим внимание нашей пиале. Вот с пиалы как раз начнем. Я предлагаю вам ввести еще один цвет. Называется он желтый. Из желтых лучше взять какой-нибудь более темный желтый. Если у вас выбор есть, это либо желтая средняя, либо желтая прочная, либо желтая там бывает просто темная, так и называется. Deep yellow. Любой какой-нибудь такой более темненький. Лимонный как раз не подходит для этой цели. Лимонный как раз нет. Вот как раз прочный вариант есть у меня. Есть желтенькая такая, более темненькая. Вот любой желтенький. Этим желтеньким я предлагаю его совсем немножко, даже не выдавливая, взять его тонкой кисточкой на кончик вашей кисточки чистенькой. Совсем немножечко прям так взять. Со спичную головочку. И тоже где-нибудь завести с водичкой, капелькой воды, чтобы он был просвечивающим слегка. Вот. И вот этой красочкой с просвечивающим эффектом заполнить все внутри нашей пиалки. Внутренности все там. Краешки, краешек не надо. Краешек оставьте. Возможно, не трогайте его. Если получится. Где-то у вас там будет тенечек просвечивать у вашей пиалочки. Пускай просвечивает. Вот. Вовнутрь пиалочки уже тоже заезжайте смело. Такой первый слой, утепляющий всю конструкцию. Вот у нас, в принципе, все вставочки в эту пиалочку будут идти с помощью тонких слоев. То есть все будет тонкими слоями. Сейчас этот тонкий слой просохнет, мы потом еще тонкий слой другой краски сделаем. И вот так вот немножко похулиганим. Для разнообразия. Вот. Ну, пока вы это доделываете, в принципе, наверное, уже язычок пламени готов. Будет уже скоро. Дмитрий, подскажите. Вот язычок пламени мы охристым будем, охрой замазывать? Нет, нет, нет. Охра, к сожалению, не дает ощущения теплоты огня. Она более приглушенная. Это будет желтый. Желательно, конечно, средний желтый. Если вот в акриловой терминологии, это средний желтый цвет. Ясно. А если вот у меня еще не совсем подсохло то, что мы охрой делали вот это вот распыление, аура, скажем так, огня. И сверху я начал наносить белый цвет огня, то получается он белый слился немножко с охрой. То есть такой цвет получился. А, то есть охра была сырая? Да, то есть охрая не до конца высохла, и вот поэтому эта подкладка, она не совсем такая яркая, светлая. То есть мы должны пока это все еще просохнет, и потом еще раз белый. Ну, в принципе, в акриле качественно проводить такие процедуры раза два-три. Можно. Можно это потом еще раз повторить. Ну, когда подсохнет. Можно использовать что-нибудь такое переносное, нагревательно-направленное. Ну, типа фена. Ну, типа фена, да. Либо USB-шный какой-нибудь там, не знаю, вот у меня вентилятор есть такой вот маленький. Вот. Он тоже хорошо подсушивает быстренько так вот чуть-чуть. Благодарю. Вот. Может быть, есть действительно фен. Но не горячий поток. Горячий поток способен изменить цвет красок. Это рискованно. Вот. И не очень сильным потоком, чтобы пыль не вбить в краски высыхающие. Потому что пылинки сюда войдут, все, их потом не убрать. Но у нас на каких-то слабых оборотах, вот, в принципе, уместно вполне делать легкие подсушки не горячим потоком. Так, сейчас я желтенький отыщу себе, средний тоже, чтобы был. Дима, а желтый средний – это какой? Желтый средний – это такой вот цвет, который немножечко присутствует в желтках яйцов деревенских. Не городских. Городские там часто бывают, лимонный такой желтый появляется. А вот желтый, он такой более сочненький такой. Можно еще назвать его зрелое поле пшеницы. Если нет вот такого среднего желтого, а можно вот, ну, он ближе мне к лимонным, и желтый с окрой немножечко спешать. Я бы, наверное, предложил рискнуть, сделать это на лимонном желтом, посмотреть, как это получится. Просто сам по себе лимонный желтый, он чем отличается? Он считается повсеместно холодным желтым цветом. И он может не дать той теплинке, которая присутствует у пламени свечи. Вот оно все-таки тепленькое, желательно, чтобы было. И вот в этом плане, конечно, желтый цвет нам более желателен. Такой насыщенный. Можно немножко лимонный цвет погасить маленьким-маленьким, но очень микро-маленьким количеством красного цвета. Хорошо. То есть красный цвет гасит. Но не тот, который карминовый, розовый такой, вот из этой вот группы таких малиновых оттенков. А именно такой алый, обычный алый цвет. Который художники называют еще темно-оранжевым иногда. Ну, типа это вот красное. Вот это красное лимонное способно загасить до более-менее хорошенького такого. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . Кисточка. отмывается. по возможности, ребята, надо это успеть сделать до высыхания краски. Будет здорово. Стирательной резинкой в данном случае может работать охра. Она может быть стирательной резиночкой. Тут у меня в одном месте. Вот надо вот это вот место чуть-чуть подстереть. Вот немножко охра. Может быть, иногда охра с небольшим добавлением этого омбра жженой. Чуть-чуть подсветкой. Я сейчас немножечко здесь слегка-слегка уберу кончики. Это первый слой. Первый слой, как правило, да, он будет такой немножечко ярким, конечно, но в акриле, я уже говорил это сегодня, до трех слоев иногда есть смысл сделать вот какие-то такие подобные штучки. Вот сейчас второй слой я набрасываю. Он будет чуть более ярким. В нем больше воды? Нет, здесь вообще воды нет. Густенько работаем, ребята. А первый же слой, получается, еще не просох? Вы же практически сразу нанесли сейчас второй на свечу? Ну, у меня он практически высох сразу, потому что под ним уже было три слоя белой краски, они ее быстро вытянули. Она загустела сильно, поэтому я второй слой бросил сразу же вот на загустевающую же красочку. Смотрите, ребята, тоже по ситуации, конечно же, надо поглядывать. Если вы нечаянно с водой развели это, то это уже рискованно. Этой же красочкой, ребят, которые остатки у вас будут, можно слегка-слегка пройтись по верхушкам вашей вот этой вот свечи, либо вы ее оставляете ровненькую, такую прям всю себя, вот она чтобы ровненькая была. Можно немножечко, сейчас у меня уже закончилось, можно сделать какие-то натеки, элементы натеков, каких-нибудь там структуру какую-то такую слегка мятенькую, чуть-чуть все-таки свеча играет, делать какие-то там процессы с воском, с парафином там ли. Вот поэтому край может немножко быть такой мягкий, может быть ровный абсолютно, тоже будет красиво, тоже интересно. Вот с помощью палочки, чтобы кисточкой это не делать, палочкой кисточкой тоненькой, я беру немножечко желтенького цвета и вот сюда вот на эту беленькую точку я утепляю ее. Теперь она будет тепленькая у меня, самый верх моей точечки, чтобы был более такой тепленький. Подгустела, да, уже подгустевает мой второй слой, сейчас немножечко еще третьим слегка тоже чуть-чуть, легонько-легонько верхушечку только чуть-чуть вниз не буду залазить, а вот вверх чуть-чуть еще более ярким, тепленьким сделаю. Остатки желтой краски, которые у вас останутся, ребят, в них можно добавить капельку воды бело-желтую и прогуляться по контурам вашей свечи, особенно по светлой стороне ее чуть-чуть, слегка потеплее сделать края от охрочки, чтобы был переход в нашу вот структуру из охры, переход в желтенький. По крайней мере, именно краешки, чтобы были более теплые. И рефлекс, вот этот вот теневой рефлекс тоже можно слегка-слегка сделать более тепленьким, особенно в районе свечи, туда вот кверху, вот туда вот теплее-теплее-теплее, что даже охрочка у нас просвечивалась сквозь, местами, можно местами это сделать. Можно более светлую зону тоже слегка подкрасить желтеньким чуть-чуть с водичкой, которую мы наведем, чтобы у вас свеча тоже была теплая. Сам эффект теплоты – нечто то, что у нас внутри горит. Вот некое горение потихонечку, тоже информацию эту подтягиваете, ребят, периодически снова и снова. Есть вещи, от которых вам внутри прям радостно становится, вот прям хорошо так становится. Вот их сейчас сюда нужно вкладывать все больше и больше. Ну или просто будет картинка свечки. Так мне интересно. Вот именно то, что в жизни вам дает радость. Об этом стоит иногда вспоминать. Даже если по каким-то ситуациям, причинам вы вынуждены заниматься чем-то другим, какие-то вещи для вас как отдушина, какие-то вещи для вас, вот то, что вот прям внутри горит, вам прям так радостно в это возвращаться вновь и вновь. И это полезно иногда делать, это возвращение. Если, например, работа у вас пока еще не является по душе, вы вынуждены просто потому, что вот она вам приносит хороший доход, что тоже, кстати, для души полезно бывает очень даже. Тем не менее, вот хотелось бы по душе заниматься другим, вы можете спокойненько так вот переключаться вот на даже воспоминание того, что это для души вам радостно, это здорово, вот именно вот это вот, что бы вы хотели. И это уже будет хорошее такое движение в этом направлении. Ну и, конечно, духовные вещи тоже, ребята, обязательно их учитывайте. Свеча – это все-таки символ такой более широкий, чем просто только лишь для души. В желтом цвете может быть также эффект обратный немножечко, когда вот желтый сделан так, что после высыхания пламя даже немножко стало какой-то более тусклым. Тоже будьте внимательны. Такое может произойти. Ничего в этом такого опасного нет. Акрил есть акрил, ребят. Можно вернуть эффекты, взяв, например, ту же белую краску, снова ее прогулявшись по вашему желтенькому, даже не разведя ее с водой. Она засветит вам обратно тот эффект, который, если вдруг у вас слегка-слегка начал гаситься, вы его можете вернуть, а потом, когда она высохнет, она будет просвечивать тот желтый, который под ней находится. Вот. И еще один момент здесь сейчас я буду убирать чуть-чуть. Вот сейчас вот уже вот эта тень, которая у меня у свечи, она слишком массивная. Через что? Вот. Сейчас этот массив немножечко тоже приглушил. Такая фаза будет украшательств. Самых разных, ребят, украшательств. Вот первое украшательство я сейчас сделаю немножко вот эту тень полегче. Она слишком такая у меня чересчур. Я ее сейчас закидываю, что у меня осталось. Там желтенький есть, немножко тут беловато-желтенький. Вот. И сейчас я ее разравниваю просто колючей кистью. Равномерненько. Ну, интенсивная тень. Лишненько будет, чтобы свечка была чуть посветлее. Общая светлота. Вот это вот первое украшательство. Второе украшательство. Ну, для смелых, ребят. Будет немножко страшновато. Можно усилить ореол. Сейчас делать как бы регулирование ореола. Вот сейчас ореол у меня погас. Тот свет, который был у меня от свечи, практически, ну, почти исчез. Вот. Возврат этого тоже возможен, если высохло вот это все. Это тоже украшательство, которое не обязательно делать, но с ним будет красивее. Вот. Вы увидите много фотографий, где нет никакого ореола толком. Легкое свечение вокруг и все. Это при каких-то фильтрах. Но в картине красиво будет смотреться это украшательство. Тоже будет оно делаться охрой. Вот как раз здесь нужно две кисточки. Одна кисточка у меня будет носителем охры. Как сливки городские надо сделать эту охрочку. Вот здесь на микропалитрочке, на стаканчике я сделал себе эту кисточку с охрой. Вот она у меня с охрой. И тут же вторая подобная кисть. Сейчас я вооружусь. Вот вторая подобная кисть будет у меня тут же растушевочная. Но она у меня сухая, поэтому я сейчас воду макнул. Водичку из нее выдавил. Охру с белой краской или с водой разводим? Охра просто на влажной кисточке. Как сливки. Ну как была. Да, как была. Чтобы легче было управлять ей. И вот вторая кисточка у меня просто влажная. Теперь она просто влажненькая и все. А еще. Вот у свечей по краю голубоватое пламя бывает. 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 Особенно вот здесь вот внутренняя часть вот. Она самая такая красивая с голубым спектром. Изредка бывает еще вот в этой зоне ребят. Тоже эффект. Угу. Угу. Но я пока ореол верну. Вот мне сейчас... У меня ореол погас полностью. Немножко на оцвет я его вижу чуть-чуть. А так он у меня исчез. Фактически. Вот. Чтобы вы не боялись это делать, ребята, это тоже не такая уж страшная процедура. Игнорирую даже немножко свою свечку. Ее вернуть будет проще простого. Я формирую снова это кольцо. Повторно. И перехожу вот в такое движение. Как будто дворник автомобиля качается, но в колечко. Заезжать спокойно можно и на свечку, и на само туловище свечи. Вот. Потихонечку я так качаюсь туда-сюда. Обратите внимание, движение вот именно вот такое-такое, что вот прям вот один край у меня всегда направлен в центр, к свече. Не вот такое движение. Так будет спираль. Вот надо, чтобы как дворник автомобиля, только вот почти в кольцо завернутый. Вторая кисточка тут же подхватываю. Самый дальний край. Уже пройдусь легонечко, чтобы он был постепенно у меня утонувшим. Чтобы он исчез. Эту процедуру, ребят, можно делать до трех-четырех раз. Потому что, в принципе, акрил действительно очень-очень просвечивает все, что под ним находится. В тонких слоях это естественно. И чтобы регулировать это пятно, его можно снова и снова сделать все больше и больше и больше. Там уже по факту смотрите, как вам, если комфортно, вот можно его еще увеличивать дополнительно. Снова взял охровую кисть. Еще раз так немножечко сядут по границу. Чуть-чуть раздвину. И краешки снова пустой кисточкой сделаю растворенными в окружающем пространстве. Сейчас подсохнет немножечко. Дмитрий, а у вас вот пламя свечи высветилось? То есть вы дополните потом еще светлым белым? Да, да. Я предлагал вам такой вариант. Если будет после желтеньких такой эффект, там бывает, что желтые краски все равно немножко тускнеют, когда высыхают. И бывает такой эффект, что после желтого пламя как будто подисчезло чуть-чуть. Можно его еще больше сделать ярким, мазнув его беленьким. Я беленьким мазнул, сейчас он уже подсыхает и начинает просвечивать желтенький из-под себя. Вот так, чтобы теплоту пламени не потерять. Спасибо. Что касается голубых свечений, ребята. Голубые свечения, конечно, можно рискнуть, сделать. Чаще всего это в масле, конечно, красиво играет. Но если, как говорится, не боитесь, нужен только ультрамарин. Если ультрамарина нет, то даже не пытайтесь. Никакие синие краски другого типа это не передадут. Это только ультрамариновая гамма. И иногда получается ФЦ. ФЦ тоже это может сделать. Но имейте в виду, самая главная опасность, которая здесь сейчас будет вас преследовать, кто рискнет это делать. Желтый цвет свечи, смешиваясь с синим цветом, как вы помните с детства, дает красивый зеленый цвет. Вот это, скорее всего, и произойдет. Поэтому, если будете такую штучку делать, сперва в то место, где будете делать голубой ореол, надо сначала уложить беленький от желтенького. Вот сейчас я этот внутренний поясок сделаю, верхний не хочу. Провалент с водой развести надо? Я думаю, не стоит водой разводить, иначе там желтенький снова будет просвечивать, и все. И будет зелененькая штучка. Вот это вот как раз нижняя часть кокошника. Можно ее сделать беленькой. Плавненько потом сразу же это беленькое растушевать, чтобы оно исчезло. У вас резкой линии не было. Чтобы именно плавненький был эффект. И очень маленьким количеством ультрамарина или ФЦшки. Даже лучше ее отдельно сначала так где-нибудь там навести. Вот там как раз можно с капелькой воды, маленькой капелечкой чуть-чуть, легенькая полосочка вот здесь вот в верхней части, как ободочек. И тут же ее надо растушевать чистой кистью. Сразу же. Вот чтобы было легкое, 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 легкое. Но это же по сухому белому надо сделать? Можно по засыхающему. Главное, чтобы это было по белому, но не по желтому. Если будет по желтому, появится зеленый спектр. Он будет странно смотреться. Еще одно украшательство, ребят, нижнее, сейчас я к нему тоже сейчас подойду. Вот с этой пиалушечкой. Она пока только подготовлена быть какой-то такая немножечко слегка-слегка. Ее надо да украшать надо ее. Красный цвет выходит на арену. Вот красненький цвет прямо с крышечки. Немножко, совсем чуть-чуть. Нижняя часть внутренней тарелочки слегка-слегка-слегка подкраснить. Туда во внутрь уходящая. Чтобы такая теплота появилась в тенях. Как бы теневая теплота в глубину. Можно красненьким цветом еще пройтись вот после контура, который у нас рефлексный. Вот этот рефлексик в тенях. Вот отсюда пойти красненьким. Дальше в туловище. Но красненький сейчас будет переходить в другой цвет. Когда я сейчас красненьким пойду, начало такое вот у меня пошло красненьким. Вот это начало, ребят. А потом этот красненький перепрыгивает. Тоже не пугайтесь. Здесь тоже ничего такого сложного. Крыжечка от тумбры женой. Вот этот красненький вдруг ба-бах так резко и переходит. Ну, резко имеется ввиду по цвету. Так-то, конечно, плавненько. Тоненькая кисточка. Все это надо сейчас плавненько растушевать кончиком в коричневый темный. Можно навести коричневый цвет с каким-нибудь светло-коричневым, с черным цветом. И вот плавный переход. Я сейчас потихонечку настукиваю тонкой кисточкой, чтобы красненький постепенно переходил вот в этот коричневый. Дмитрий, а красный какой именно? Алый. Красный. Ну, я не знаю, вот какой вот тут. Он ладога красная. 331 пигмент фабрики ладога. Можно еще как его назвать? Он бывает алый. В принципе, подходит краплак. Кармин не подходит. Темно-розовая не подходит. Ребята, вот эти вот как раз они коварные красочки. Вот. Какой-то такой вот красный такой, алый. Вот. И коричневый цвет, который вот умбра потом, в который они переходят, теневую, тоже плавненько, плавненько, плавненько. Уже не хватает, она засыхает у меня на кисточке прям. Ой, придется пальчиком. Ребят, в этих случаях подушечка пальчика спасает. Дмитрий, а сандаловая красная подойдет? Ух ты. Другой красной нету. Равиль прям заинтриговал. Я в свои подростковые годы купил индийскую красную только из-за названия «Индийская красная», потому что индийская красная мне, как увлекающимся индийской культурой в те годы, была очень нужна. Когда я ее открыл, я ужаснулся, думаю, зачем мне эта красно-коричневая краска, мне она не нужна абсолютно. Но это индийская красная. А тут сандаловая, слушай, прям надо-надо. А кадми красный светлый? Кадми, да, это он, это он и есть. Это и есть. Кадми красный светлый, это вот и есть красная, она же алая, она же темно-оранжевая, ее называют нередко. Подходит. Такой отцвет будет небольшой. Вот отцвет в чем-то таком вот медно-латунно-образном. Конечно, такие вещи, ребят, без натуры рисовать очень забавно, но с другой стороны, вам потом натура будет понятнее гораздо, когда вы ее видите живьем. вот причем умбровую пятнышку, вот как раз умбровую зону, ее можно сделать чуть побольше, потому что все-таки эта тарелочка отвернута от света. она как бы своими краями сама себя заглушает. Поэтому здесь можно смело делать темную зону, довольно обширной, такую приличную теневую. Немножко вот здесь вот как раз такой переход вышел в красненький цвет, а потом он переходит в желтенький и постепенно вот как раз желтый отцвет сюда. Тем более нижняя часть, она тоже будет очень темненькая вот здесь вот. вот сейчас я убираю все вот эти вот подсветы. Слишком яркие. вот небольшую теплиночку тоже я покидаю в самое донышко, чуть-чуть тоже слегка-слегка, чтобы эта коричневая краска слегка-слегка тепленькая была. там уже подсохла, да, у нас в принципе уже супненькая. вот за свечкой тоже чуть больше делаю эффект, чтобы он был более красноватый и коричневатый. Вместе как бы эту парочку использую за самой свечой. красноватый переходящий в темно-коричневый. Как бы чтобы сама свечка еще и, хоть она и отсвечивает сама по себе, но при этом как бы зона уходит в темноту вовнутрь и свет, который отраженный от свечи у меня падает на эту сторону, значит вот в эту сторону свеча будет более приглушенная. вот здесь только внизу, вот с этой стороны, только нижнюю зону чуть-чуть, слегка-слегка-слегка. вот и собственно говоря блики можно расставлять. вот хотя тоже яркие рефлексы, сейчас пока вот здесь вот немножко приглушение сделаю вот эти рефлексики чуть-чуть. так прямо сейчас. вот здесь вот там все. вот блики ребят сейчас тоже несколько буквально бликов будут сделаны с этим элементом пиалки маленький конь краевые блики вот легкие на световой зоне вот на одной стороне легенький такой был белоснежной густой красочкой легонечко чтобы такое что-то светилась более ярко можно сделать блик в принципе на той стороне тоже чуть-чуть слегка слегка вот именно светлой зоне и бывает несколько этих бликов тоже вот бывают только какие-то из них самые яркие вовнутрь входит тоже легкий такой отцвет тоже сама свечка как он может это формировать это честно намек такой поставлю вот эти вот череда вот этих вот этой дорожки которые ходят вовнутрь но и надо растушевать беленькая дорожечка и и все внешние края растекаются плавненько такая зона света заходящие вовнутрь нашей я ложечки большая часть бликов конечно будет всегда находиться к нам поближе именно как вот то что они за свечой как бы уже уходит в какую-то там темноту нашей комнатки поэтому какие-то блики ребят краевые можно раскидывать и по территории отверстия 80 не отверстие в краешка краешка нашей именно то что к нам ближе то что к нам ближе чтобы светилась более ярко то что все что уходит вдаль от нас потихонечку тускнеет только на стороне света самого интенсивного можно сделать этот поярче вот и еще один тоже красивый эффект можно сделать как украшательство красивая отцвет от самой пиалушки она все-таки образуют некую параболоиду такую в которой ну как вот выгнутая структура которая хорошо отсвечивает вот эта нижняя зона тоже может наши свечки светиться по интенсивнее казалось бы вроде бы от чего и тут такой быть светленькой а вот свет как раз вот этой пиалушечки даже если она не металлическая даже если просто это вогнутая конструкция вот она немножко отдает обратно свет нашему же туловищу свечки это тоже такое красивое украшательство вот ну и подрегулировать свет теперь можно еще более интенсивно ребят секундочку я кошку выпущу покушайте кошечки вот сам свет ребят можно регулировать тем что например еще раз более ярким место сделать вот этого наши свечки прям белой краской густой сделать еще один слой дополнительный опустить его чуть ниже игнорируя законы цилиндра вот то то о чем я говорил самом начале вот законы цилиндра час не работают для высветляющейся территории этой свечи а потом уже плавненько 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 это все сводить на нет вот из-под этого беленького будет светиться потом желтая подложечка вот это это один из регуляторов светимости как бы первый как бы первая крутилочка под подкручивание свечи чтобы она светилась получше вот если у вас есть сиена жженая можно в принципе сиену жженую попробовать изготовить из охры немножко красненького можно сделать теплую зону свечки более теплую в нижней части их теневой в том числе чтобы они были у нас более такие тепловатые если есть сиена жженая можно это сделать сиеной жжен если ее нету красненькая навести с охрой именно охра с красным дают этот эффект может у кого-то уже есть такой красновато-коричневый тон его тоже надо очень мало тоже наносить его лучше как-то очень прозрачненько чтобы легко было наблюдать сколько его там добавить не переборщить чтобы вот и количество тоже очень небольшое вот я его навел сейчас беру совсем чуть-чуть кисточку я предварительно вытер и вот эту территорию которая меня вот уходит в тень в том числе делаю более тепленьким она все равно будет теневая потому что под ней там темнота уже находится основная вот и осторожненько захожу на эту территорию света легонько-легонько сиена это кирпичный красный окрас именно кирпичный разочка с водой с водой конечно чтобы прозрачная если я вот прозрачную имею ввиду то конечно водичка если бы она была не нужна не прозрачные ребята да это белая краска но тогда тогда бы мы все закрасили просто то что находится под низом а у нас под низом там теньки есть светки и флексики все эти чтобы их не потерять это конечно с помощью воды делается какой цвет это красный цвет замешанный с охрой охра с красным цветом кирпичный цвет это красный кирпич перемолотый в порошок вот это и есть сиена жженая сиена натуральная выглядит как охра глина которая не обожжена этого сиена натуральная вот я сейчас просто делаю более теплой эту теньку чтобы тень была ну потеплее немножко она была слишком холодненькая тоже ребят это украшательство свечки все-таки теплые тоже вот поглядывайте чтобы свечи были потеплее вот и можно сделать такой красивый спецэффект насколько получится ребят тоже вот смотрите вот может быть это будет лишнее может быть нет приблизительно вверх тормашками симметрично моей вот этой вот тарелочки я сейчас из этой же сиены ну жалко высохнуть сейчас вот она мне тут отражается вот тут допустим потом это пошло туда в общем намек на отражение легенький такой его не надо делать на сто процентов это все-таки темно но слегка 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 тоже красиво будет украшательство вот эти дуги только вот дуга раз вот она немножечко симметрично вот в эту сторону чуть-чуть намек и вот в эту сторону намек такой легонько легонько чтобы приземлить тут довольно темно чтобы делать тени от моих пиалушечек всего остального но как бы достаточно чтобы сделать световые эффекты что это приземлиленно что находится там здесь вот оно тут вот можно такой вот красивый элемент тоже украшательство с философским подтекстом вот все является отражением чего-то еще дмитрий а с правой стороны это вы уже белым рисуете отражение да я немножко взял белый но у меня он был с остатками то есть иены вот что оставалось на кисточке поэтому такой немножко странноватый чуть-чуть как будто бы и белые не белые но в принципе да можно как беленький можно если охра есть где-нибудь открытый дал мне цепи окружки было то можно было охручку взять там была охристая конструкция вот тут была охручка чуть-чуть намек такой на охручку и расставила ребят тут не надо делать верхний край наш вот этот всего то есть стопроцентную симметрично сделать не надо только приблизительно намек на габариты габариты пошли расходиться в ширину вот чтобы главное не вышли за пределы вот этих вот точек то есть вот чтобы эти точки вас совпали вот с этими вот внизу ну или стремились туда в этом направлении что дальше не было и все растаивает конструкция куда она там ушла великая тайна но что-то всегда отражается отражение тоже является элементом очень символическим очень глубоким вот ребята еще раз намекну регулятором является вот вот этого подсветка регулирует свет ореол свечения который не должен быть ярче пламени но его тоже увеличивая чтобы он только не было ярче пламени тоже вы увеличивать будете сияние все сильнее и сильнее вот в принципе мои кисточки еще я не актер я сейчас рискну еще в третий раз это сделать просто понаблюдайте не обязательно делать это самим ребят если страшновато лучше как минут потом когда-нибудь у вас будет может еще одна такая свечка и может сделать это еще разочек это можно делать регулярно до четырех слоев постепенно постепенно увеличивая сейчас я еще разочек это проверну этот регулятор свечения пламя постараюсь сильно не задевать хотя даже если я его и задену чуть-чуть это не опасно тем более его легко вернуть потом будет вот вот этот будет у меня еще один слой все равно у меня получается ореол более темненький чем сам язычок пламени и дальше начинаю кольцевое растушевывание кольцевое когда один край моей кисточки всегда смотрит в центр свечки круговой фон он же вот я еще раз увеличил вот теперь пожалуй вот тут тут наверное вот вот у его я и хотел как-то вот теперь мне стало теплее и чистенькой кисточкой ой она же высохла увлажнил воды или шил вот чистой кисточки без воды но сырой я выбираю вот это вот резкий переход этого кольца чтобы постепенно вот это пальцов фоне исчезла ну вот вот это свечение мне уже больше приятно потому теперь под подкручено подкрутил чуть-чуть вот хотя конечно она когда сейчас подсохнет она тоже немножечко слегка будет более приглушенная вот на этом ребят мы нашу работу завершаем если кто-то готов я предлагаю вам ненадолго камеры включить поделиться получающимся эффектом всех по-разному такая площадка марш вообще здорово классно ну лариса вообще классно лена готова я опоздала на час поэтому я сама буду как свеча я буду сама светиться да давай очень красиво и ребят 4 секунды прошу вас сейчас не шевелиться а лариса сами если сможете давайте попробуйте чуть чуть не шевелясь попрошу вас они уже видно ваше изображение все хорошо а вот четыре секунды ребят раз два три четыре могу растягивать здорово классно ухты но ощущение да и движение есть у лариса как раз движение такое здорово ребят спасибо какие все разные самое удивительное когда что так делаешь все равно какое-то есть ощущение а вдруг не дай бог получится как у меня только бы не как у меня только бы не как у меня классно ну что ж если какие вопросы ребят смело задавайте мало ли вдруг какие-то нюансы всплыли что там что необходимо там как-то вот вот вопрос какой позади тебя горы это самые которые будут на мастер-классе это символическая тема которая нас будет 22 23 перевал через горы перевал то есть там что там туман и вот мы их переходим поднимаясь к самым облакам надо блоками надо блоками здорово а какие-то горы это тянь-шань я бы хотел бы чтобы мы не увлеклись как раз вот этой ситуации на что похоже тут самая идея как раз лену чтобы вот над мыслями своими немножко приподняться есть наши мысли это облака вот мы над этими облаками немножечко слегка слегка повыше и вот через горы перейдем уже изменившись вот это главная идея этого этой встречи да очень интересно а у всех по-разному у кого-то может быть тянь-шань у кого-то будет предгорье может быть какие-нибудь алтайские вот тут главное внутреннее содержание вот это вот самый-самый главный я думала что может быть вот эта картина имеет какую-то реальную основу конечно имеет но я не о философской основе я понял понятно спасибо очень интересно пожалуйста ладно ребята да всем счастливо всем удачи прям школа получается и вам всего хорошего в дендру кидайте сфотографируйте и в дендру свечку да хорошо да спасибо спасибо пока